Всем привет! Меня зовут Лара Шум и сегодня ролик будет в жанре сарказма и плюсом импровизационный. Почему я это делаю, я объясню в конце ролика. Итак, на вашем экране коричневый конь, надеюсь, что конь, и белая лошадь. Итак, у нас есть конь, который целуется с лошадью. У коня есть конкретная цель – переспать с лошадью. У лошади тоже есть конкретная цель. У нее цель – пофлиртовать. То есть дать, но не сразу. Я буду озвучивать мысли коня и лошади, по крайней мере пытаться озвучивать, как если бы это были мужчина и женщина. Ха, какой быстрый. Пришел, увидел, победил. Нет уж, такого не будет. Ага, вот, получи тебе по морде. Ну дойди сюда, куда ты пошла. Ах, надеюсь, ты сзади за мной шагаешь. Я иду не торопясь. Что ты, милый? Все так быстро не делается. А дай-ка я тут отвлекусь немножко. Сделаю вид, что мне интересен человек, который снимает меня на камеру. Ах, дура какая-то. Но зато этот немножко отстал. Ой, что она нашла в этом человеке, который снимает это на камеру. Ведь секс, он намного интереснее и приятнее. Ну, ну иди сюда. Иди сюда, моя хорошая. Ты что, не понимаешь? Я всего лишь флиртую. А флирт, он не означает, что у нас с тобой что-то там будет. Поэтому держись на расстоянии. Ну, когда же мы уже? Ну, я ведь тебе нравлюсь. Хотя, ах ты мой дурашка. Ты ж мне все равно нравишься. Ну, давай немножко с тобой поцелуемся. Ой, опять. Сейчас будем целоваться. А потом я ничего не получу. Забегая вперед, скажу. Лошадь все же обломит коня. Как и в жизни. Женщины обламывают мужчин. Мужчинам надо только одно. От нас женщин это секс. Но я тебе его не дам. Сегодня ты его точно не получишь. А целоваться нам женщинам очень приятно. Не знаю, как мужчинам. Я не была на той стороне. Как ты меня достала. Давай уже быстрее начинать. Надо еще за мной поухаживать и побегать. Побегай-ка за мной. Я и так бегаю и бегаю. Бегаю и бегаю. Мы здесь наблюдаем поведение мужчины и женщины. В жизни, в принципе, мы так же играем. Есть женщины, есть мужчины. Ну, иногда бывает и другой вариант. Но об этом мы в 2023 году говорить не будем. И вот идет такая игра. Флирт. Такие игры можно понаблюдать в ресторане. Когда пара только познакомилась. Это довольно-таки интересная игра происходит. Женщина начинает флиртовать. Но запомните, дорогие мужчины. Когда мы, женщины, флиртуем с мужчинами, это не значит, что у нас будет продолжение банкета. Женщина просто вас и себя заводит. Вот так тебе копытом в лицо. Но не до конца, чтобы ты все-таки не убежал от меня. В принципе, продолжение будет. Но может быть через неделю, через две, после десятого свидания. Ну, если мужчина, конечно, вытерпит. Как можно узнать, что женщина флиртует? Понаблюдайте за ней, как она идет в дамскую комнату. Если женщина виляет бедрами, это флирт. В таком случае, мужчины, опустите свое эго, свое либидо и просто ждите десятого свидания. Флирт. Дело тонкое, Петруха. Почему же я сделала этот импровизационный ролик? Я коуч по актерскому мастерству. И у меня на уроке по импровизации есть такое задание. Оно заключается в следующем. Взять отрывок из фильма, посмотреть его без звука и попробовать озвучить персонажи. Что они говорят, о чем они думают, что происходит вообще в комнате или на улице. И озвучиваете его так, как вы думаете. Так, как вы считаете. Дайте волю своей фантазии. Когда вы сделали это упражнение, затем вы смотрите. А как озвучен на самом деле этот фильм? Как звучат ваши персонажи? И о чем они говорят? Действительно, о чем же шла речь? Нам же интересно. Это очень хорошо развивает импровизационные навыки. Такое упражнение вы можете сделать дома самостоятельно. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Развивайте свою импровизацию. Она вам всегда в жизни пригодится. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова